В Набережных Челнах сегодня разрабатывают социальный интернет-ресурс для слепых и слабовидящих. Благодаря ему станет легче знакомиться, искать работу и единомышленников. На сайте уже зарегистрировалось более ста человек. О том, что в интернете можно общаться с помощью телефона, в обществе слепых узнали впервые, пока не выходит в виртуальное пространство через специального оператора. Аудиосистема озвучивает информацию, которая высвечивается на мониторах. Пока новую программу челнинцы освоили не до конца. В других регионах она более развита. Сейчас в моде дистанционное обучение. У нас есть студенты, обучающиеся вот таким образом дистанционно. Кроме этого, обладая интернетом, практически мы обладаем неисчерпаемой информацией вокруг нас. Это прежде всего касается мира книг, конечно, не только книг, но и вообще событийного и репортажного характера материала. В Казани слепые выходят в интернет и без компьютера. Теперь они осваивают мировое виртуальное пространство через телефонную связь с помощью оператора. Правда, такой метод действует только на сайте Небо.ВС. Здесь постарались разместить всю необходимую информацию для инвалидов. Отделенные номера в каждом городе вводятся с той целью, чтобы не переплачивать за межгород. И, соответственно, тарификация идет как за обычный телефонный звонок. Можно звонить как с домашнего, так и с сотового телефона. Мы сейчас, в принципе, с каждым разом ведем работу на тем, как упростить, соответственно, работу в социальной сети нашей телефонной. Так что в перспективе все будет проще и проще. В дальнейшем благотворительный фонд планирует расширить возможности сайта. В планах разработать разделы вакансий, психологической помощи, религии, а также блок знакомств. В Челнах к такому методу общения относятся скептически. Не у всех есть возможность выхода в интернет. Поэтому больше доверяют проверенным методам. Благодаря Роузе Каддусовой, которую в этом обществе называют свахой, образовалось порядка десяти пар. Мужчина, например, потерял жену. Или умерла, или разошлись. Но они приходят за помощью. Постараемся найти инвалидов женщин с остаточным зрением. Чтобы хоть семье какая-то была помощь. Но все-таки с остаточным зрением инвалиду легче. Новый проект все же вызвал интерес в Челнинском обществе слепых. Доступ к сайту планируют открыть и для жителей других городов. На днях до интернет-ресурса можно будет дозвониться не только из Челнов, но и из Чебоксар. Инна Данилова, Гузель Шигапова. Вести Татарстан. Набережные Челны.